Они меня вообще недооценивают. Он всегда двойной чемпион. Не понимаете, сколько у него преимуществ, и аудитория, и судей. Тимофей Дзю из себя такого серьезного ничего не представляет. В нашей команде ничего не поменялось, кроме одного человека. Психологически сложнее титул защищать. Соперников искать не надо. Они сами за моей головой охотятся. Прическа у вас классная. Мой друг с шуткой, материчиной с шуткой так сказал. Не выеживайся, да, грубо говоря. У вас новая прическа Шавкат. Вы и на бой выйдете с ней. Решил стиль на этот бой поменять. Серьезно? То есть это будет ваша прическа до победы? Да, да. Один раз, как говорится, ничего такого не будет. Если лучше поменять такую прическу. Я еще плюсом кудрявый. Не, нормально. Ну подождите, это прям задумка ваша? Или вы просто суеверный и перед боем не будете подстригать волосы? Причем тут суеверный? Я никакой не суеверный. Я очень религиозный человек. Просто захотел какой-то имидж поменять. Давно такое. Ну, я, честно сказать, с того боя я еще не стригся. Ну так. Подготовку сделал, а так больше не стригся. Шевкат, расскажите, на каком этапе подготовки вы сейчас чем занимаетесь? На невероятном высшем уровне мы сейчас находимся. Уже почти что спарринги подходят к концу. Остаются еще всего лишь эта неделя и следующая. Ну, где-то две с половиной недели точно есть спаррингов остались. А так вот форму уже подошел. Чувствую себя отлично. Халаваху. И никаких проблем нету, никаких травм тоже нету, слава богу. Это правда. Все нормально. Никаких претензий тоже нет. Сейчас просто для зрителей мы с вами созваниваемся. Вот в последние дни марта. А турнир, ваш бой 22 апреля в Лондоне. Когда вы вылетаете с командой? И с кем вылетите? Кто с вами будет? Естественно сказать, я рассчитывал, как я в Абу-Даби, за 10 дней полететь. Но так как у меня английская виза, которая мне одобрили, там английская виза мне одобрили буквально на месяц. И начало этого визы начинается. То есть мы должны прилететь с 15 апреля. То есть виза начинается с 15 апреля. А я хотел с 15 апреля улететь, за 10-12 дней. Ну и так тоже, если с 14 ночи улетим, там уже будет 15 утро. Грубо говоря, все равно Америка немножко позади. Еще раз плюс. То есть Англия, у нас с ней разница плюс 7 часов. То есть если мы 14 ночи уже улетим или там, не знаю, мы уже 15-го там будем вечером, грубо говоря, будем в Англии. И так что это будет все нормально. То есть мы подкорчили, исправили, посчитали, что ну и 8 дней тоже хватает для акклиматизации. Кто с вами летит в вашей команде? Кто будет физически? В нашей команде ничего не поменялось, кроме одного человека, тренера по физподготовке. И в этот раз за место донатца полетит Педро, в Алькарде, тренер по физподготовке. Я с ним проходил физподготовку, когда готовился к бою с Диасом, с Джозефом Диасом. Мне с ним нравится работа и его подготовка к бою, которая меня приводит, тоже меня это все устраивает. Никаких претензий к нему нет. А так мы поедем вот за те же самые люди. Пепе, Фредди Роуч, Жанна Пукова и Педро. То есть Фредди вас сопроводит, да, в Лондоне, в том числе в углу? Конечно, да. Без него никак. Шавкат, вы после боя с Барреттом говорили, что очень много недочетов отметили с командой, потом все это разбирали, обсуждали и работа над ошибками, как вы, опять же, сказали в интервью, предстояла вам большая. А что конкретно? Чем вы были недовольны? Вы же победили. Ну, я победил. Мы все хотим быть идеальными боксерами, чтобы с каждым боем расти. И каждый раз в своем стиле добавить копилку какой-то стиля, какое-то чувство, чувство дистанции или чувство соперника, когда он бьет его, видеть его удары, чувствовать его удары. И давление улучшилось. Ну, много чего полезного от этого боя я себе приобрел. И, то есть, есть работа над ошибками, которые мы сделали. И в этом бою таких уже ошибок не будет, я думаю. Особенно лететь на соперника мы уже не будем. Мы будем все грамотно подходить к этому, все, как мы умеем. Вот как раз-таки многие любители бокса обсуждают сейчас, понятно, что вас и ваших соперников. И говорят, что Барретт, он там размены любил идти. И, в общем-то, его тоже показали это с ним в бою, что, как вы говорите, сами летели на соперника. Что с Джо Кардино такой момент не пройдет, что он более осторожен, он более техничный. А вот как для вас в сравнении, кто может быть удобен, а кто нет, стилистически, кто чем отличается? Ничего такого нет. В нем то, что его хвалят, мы ничего такого сверхнесечного от него не ожидаем. Он такой же боксер, как и я. У него тоже две руки, две ноги, одна голова. Он чуть постарше вас. Тем более, чуть постарше. И возраст в таком весе очень имеет большое значение. Ему 31, мне только-только будет 29, еще ничего не есть. Несловно, его 29. Я молодой, озорной, как говорится, и полон сил, полон энергетики. И то, что мы будем драться у него в иммунных стенах, в иммунном городе, нас это вообще абсолютно не пугает. Мы должны готовиться на все 12 раундов на высшем уровне. И то, что другое, могу сказать, это вы можете увидеть только в бою. Как говорится, сюрпризы не хочу открывать, что мы подготовили к этому бою. Просто вы же уже готовились к нему, вот к Ордино. У вас же должен был быть состояться бой. Сейчас для вас это сложнее или по-новой как бы? Или наоборот проще? Вы уже его там сто лет назад изучили, самого Джозефа. Нет, почему? Повторение мат-учения все равно не помешает. Мы вот на этой неделе опять же сядем всей командой, будем смотреть его бой. Какой-то из них, который мы уже не смотрели. А в тот раз мы другой бой смотреть, в этот раз мы будем смотреть другим соперникам. Я не знаю, наверное, с тем же Курбановым, который боксировал из Альфа-Бары. В этом бою там один судья дал вообще ничью, а другой дал на одно, чего больше, 95-94 кордины. И от следа, от другого судья просто дал победу, на три очка больше кордины. То есть есть что на него посмотреть, что-то изучить еще. Что-то такого, что-то серьезного от него можно ожидать. Главное, что нам нельзя недооценивать соперника. И вот мы готовимся на все 12 раундов. И у нас есть свои приспособления, свои плюсы. И мы готовим ему большой-большой сюрприз. А какие шавкат, не скажете? Ну вот чем вы можете взять его? Вот говорю, опять же пишут о нем, что он достаточно технично. Он может там боксировать хорошо. Именно боксировать. Не идет в размены, но очень осторожно, красиво боксирует. А что можно его противопоставить? Понимаете, он никогда не... У него были там в любителях соперники, левшики, да? Да. А в профессионалах у него не было левши. И такого левши, как я, точно он никогда не видел. И те парень-партнеры, наверное, которые у него с ним он работает, нарабатывает. Я думаю, что они ничего нового ему не покажут. Потому что я совсем другой, и он тоже совсем другой. И все основное покажет ринг и желание, кто больше этого хочет. Согласна, Шахкат. Левшей, в принципе, в профбоксе не так много. И ваш им там весь в частности. Да, вы один из, ну, уникален в этом. А кого вы в спарринг-партнеры брали? Вот такого, чтобы прям похожего на его, на соперника? Были очень много спарринг-партнеров хороших. Были, с кем я проработаю до сих пор. Проработал какие-то спарринги. И были, хотел соперников таких, немножко быстрых. Нашли тоже, поработали. И нам главное, чтобы надо было немножко, вот эта быстрота. Он немножко быстрее. И на руках хорошо работает. И мы вот подобия такого стиля нашли. И мы этим стилем стараемся навязывать свою драку, свой бокс. И у нас все получается. И это очень хорошо. Вы вот уже упомянули о том, что сам бой пройдет вот прямо на родине. Вот не просто в стране, а прямо в городе, где Кардино родился. В столицу Олиска. Да, Кардино. И вы, тем не менее, говорите, что на все 12 раундов готовитесь. Но ведь надо ведь на родине, понимаете, сколько у него преимуществ? И аудитория, и судьи, и так далее. А вы не рады? Нас делает сильнее, и это мотивирует, наоборот. Да? Я просто думала, вы, наоборот, скажете, что мы там планируем досрочно, и так, чтобы не оставалось вопросов. Нет, это, само собой, все хотят. Но когда ты думаешь об этом, наоборот, тебя посадят. Поэтому надо быть настроен на все 12 раундов и готовиться, как настоящий чемпион. Психологически сложнее титул защищать, или вот только-только, наоборот, в погоне за ним находиться? Мне кажется, в погоне более было трудно ждать этих моментов. Сейчас я чемпион, у меня есть соперник. Раньше я ждал этих моментов, когда будет понимание, известность. А тут сейчас я чемпион, у меня все легко становится по поводу соперников. Искать не надо. Они сами за моей головой охотятся. И мне это нравится. И я люблю свой бокс. И я хочу расти с каждым боем лучше и становиться лучшим. Я хочу вам просто процитировать комментарий под вашим интервью. В печатном СМИ вот был следующий. Смотрите, что пишут ваши фанаты в том числе. Стивенс он ушел. Ну, в смысле, вес другой. А Вальдес не активен. Наваретто был на грани поражения. Вот в частности, в последнем своем поединке. И, в общем-то, Шавкату нет равных. Ну, разве что Джо Кардино и остался один из последних. Как вы прокомментируете? Все так? Я тоже не знаю, что здесь сказать. Мы, ну, лично я не воспитан так, чтобы говорить все, что попало. У нас даже в русском понимании, в таджийском понимании есть слово. Мужик сказал, мужик сделал, да? То есть за каждым словом надо отвечать, как мужик. И что-то лишнее я никогда не могу сказать. Ну, ему свое время, да. И эти соперники, они достаточно все достойные для меня. Я всегда хочу бороться с лучшими. Но на данном этапе у меня мысль только одна, и это Джо Кардино. И надо его призы пройти. А сколько бы защит вам хотелось провести? Или вы хотите сразу на объединение пойти? Ну, вы спросите, как думаете? Это, я думаю, что этот вопрос надо задавать моим менеджерам, моим промоутерам, как они считают лучше. Но сейчас, кроме как за этой Джо Кардино, у меня мыслей в голове ничего нету. Мне надо пройти его. То есть не стоит даже спрашивать, да, ни про Новоретта, ни про Фостера, ни про кто-то... Как у нас в русском понимании слово есть такое. Не говори его, пока не припрыгнешь. Сейчас что-то смотрите, еще какой-то бокс? Просто в этот же день, 22-го, будет Гарсия с Дэвисом драться. Только я буду на 7 часов пораньше. Да, да, да. А потом вы можете, в общем-то, и посмотреть. Будем потом смотреть Гарсию и Дэвис. Интересно, кстати. Так, думаете, кто кого? Ставят 60 на 40 в пользу Дэвиса, букмекеры. Ну, я тоже. Танк есть танк. Что бы еще мы ни говорили. Посмотрим, как он будет в деле. А Гарсия, у него единственный плюс – это его скорость. Не знаю, в этом бою ему скорость поможет или нет. Как тренер Майк Тайсон говорил, скорость убивает. Но посмотрим. И Дэвис тоже хороший, но он мощный. Дэвис мощный, да. Ну, не как Биттер Би, 100% нокаутер. Но он идет тоже как нокаутером, панчером. И вот в этом плане, знаете, есть такое слово, что у панчера есть всегда, всегда есть шанс даже в 12-м раунде. Да. Один удар – решать. Так что не стоит Гарсии расслабляться до конца гонга, последнего гонга 12-го раунда. Но это же ребята на категорию у вас повыше. 135. Да. Ну, они, я думаю, что не в 135 будут драться, а, скорее всего, в 140, в 63-500 будут драться. А, в 63-500 даже, да? Потому что они оба боксировались тут. Ну, не знаю, может быть, в 135. Шевкат, вам комфортно сейчас в своем весе? Или вот уже хочется и физически, может быть, есть потребность чуть повыше? Вот как раз-таки к ребятам уже из другого дивизиона. Как Стивиц принялся? Ну, у Стивенсона есть имя, да. А чтобы дойти до них, мне тоже надо сильно работать и доказывать. Докажу, когда у меня будут такие возможности, что у меня будет знать уже весь мир. Хотя бы даже не весь мир, хотя бы весь боксерский мир будет знать, кто я такой. Тогда и подумаем об этом. Сейчас об этом не время. Меня одно удивляет, что они меня вообще недооценивают. И это очень хорошо, что они меня не нравятся. Очень хорошо. А как вы это чувствуете? Вот почему? Потому что Эдди Хирн говорит? Или команда картина? Потому что он сам уже себе о своих постах, что бы там не закидывал. Он всегда был двойной чемпион. Типа там опять чемпион там, типа двойной. Он уже не выиграв, он уже такие мысли делает. Это хорошо, но ты еще ничего не прошел. То, что ты попал по Агаве и, как говорится, лаки-панч. Вот один удар такой, лаки-панч. И вот я дернула. Но мы не такие, мы будем... И у нас стиль другой. Мы не Агава, это во-первых. И английская школа бокса ничего сверхъестественного не показала, как вот, например, здесь. Американская школа бокса, да. И не то, что американская школа, а стили здесь разные. Очень-очень разные. И почему здесь мне нравится готовиться? Потому что спарринг-партнеры все... Они не одинакового уровня. И не одинакового стиля. Все по стилю разные. Есть такие, которые неудобные, допустим, да. И ты к всему этому приспосабливаешься. И это тебе дает свои плоды. Хорошо отметили. То есть вы смотрите, что там выкладывает ваш соперник, да, в социальных сетях? Вам интересно? Особо так не смотрю. Но я вот... Когда я там месяц назад, что ли, смотрел пару его фотографий, у него там только 2х чемпион, 2х чемпион пишет. Не знаю, почему он так пишет. Слишком мы в себе уверены. Ну, не знаю. Уверены, значит, уверены. Посмотрим в бою какой. Ты будешь уверены. Вы тем временем, Шовкат, в своих социальных сетях постите, как правило, своих детей, сына и дочь. Скучаете? О чем мне? Нам, мы любим тишину. Мы свои секреты не открываем, не показываем. Да, бывают какие-то мини-моменты из тренировочного лагеря я могу выставить. Ну, это ничего не показывает, что я там делаю или как я там делаю. Так что все нормально. Все под контролем. А у вас в Абудаби супруга приезжала или нет? И тогда не было, и в этот раз. Не, она приезжала, кстати. Приезжала? То есть сейчас вы будете только со своей командой в... Ну, она приезжала, но она не смотрела бой. Она никогда не смотрела бой. Ага. Но все равно поддержка, что вы там выиграли и пошли. Конечно, молиться. Молитвы. Все равно принимаются к Богу. Когда молишься за злого человека, лично сам по себе могу сказать, что это все принимается, и Бог это все слышит. И всегда восполняет мои мечты. Благодарен... Благодарен всеми всеми, что у меня много людей, которые за меня болеют. И я это ощущаю. Ощущаю, как они за меня молятся. Ощущаю, что как они меня поддерживают. Какая-то будет все скрытно. Но зато я это самое главное чувствую. Это очень хорошо. Шавкат, а вы следите за своими одноклубниками? Вот у Магомеда Курбанова Саро будет. Помните, когда-то он во Франции должен был с ним драться? Да. Очень хорошее противостояние. Интересное. Даже бой непредсказуем для меня будет. Но мы всегда и были. Будем болеть за Магомеда Курбанова. Потому что он мой одноклубник. И я желаю ему только всего хорошего, лучших результатов. Чтобы он так же достиг, что он и планирует. Буду болеть за Тищенко. Тищенко будет с Африканским каким-то будем драться. Для него очень интересные бои. Бои будут, честно сказать, вот этого 6 мая. И я надеюсь, что до этого, до 6 мая, до этого вечера я уже буду в Екатеринбурге поступать. А как вам бой Камилова, Руслана и Марка Урванова? Вы не смотрели? Я вот здесь смотрел. На одном дыхании я аж переживал за Марка. Мне очень понравилось, как наш общий тренер Артем Путин подготовил Марка к этому бою. Были какие-то волнения, но тренер знал свою работу, были подсказки очень-очень хорошие. И Марк заслуженно победил Руслана Камилова. Я вот прям здесь прямой эфир смотрел, аж даже нервничал, аж горжал. Очень хорошее противостояние было. Нам нужны такие бои, честно сказать. Вот на этой неделе, на прошлой неделе, в субботу, был мега-файт Бенавидес против Калаба Плента, да? Вы не представляете, как мы смотрели с другом здесь, на прямом эфире. Обычно, когда... Ну, все мои интересные бывают. Но, чтобы до такой степени мне было интересно, я даже телефон в руки даже не брал. И там каждый раунд даже заканчивался во время отдыха. Все равно мы обсуждали. И все внимание было на этот бой. Очень замечательное противостояние. Два разных стиля. Вот, видите, опять же, два разных стиля. Но все равно Бенавидес выдержал вот эти моменты. Ему надо было лишним много потерпеть. И вот этим давлением, которое он умеет хорошо делать, он измотал Калаба Плента. Но мне больше всего нравился Калаба Плента. И Бенавидеса я хорошо знаю. Мне тоже нравится. Он быстрый боксер. Но боксер – это шахматы. Да. Умный может победить. И, видите, у Бенавидеса был хороший план на бой. Он выдержал все эти моменты. И под конец начал его вырубать. А Тим Дюа? Я думал, что этот бой мог бы и быть в последних. Калаба технический нокаут или мог судья остановить. Потому что пару моментов было, где Калаба Плент вообще ничего не делал. Я думал, мог судья остановить. Но ничего не сделал. Но показали зрелищный бой. В плане зрелищности было тоже классно. В плане техники тоже все было на высшем уровне. И само противостояние суперклассное было. Тим Дзю вас удивил? Ну да, удивил. Но говорят, что его соперник Харрисон не особо был готов. На все 100%. Потому что он приехал, наверное, просто за чеком. Наверное, этот бой неинтересен был. Но мне кажется, что команда Джермала, Чарло, абсолютного чемпиона, они специально так это сделали. Решили посмотреть, как он пройдет с Харрисоном у него бой. Значит, Харрисон не особо был готов к этому бою. Но он все равно ему попадал в него и дал какую-то все равно зарубу, да, можно сказать. И они уже поняли, что Тимофей Дзю из себя такого серьезного ничего не представляет. Но это лично мое мнение. С моим мнением может кто-то согласиться, а кто-то нет. Наверное, что они так присмотрели за ним, что кто-то где-то его изучит. Их встреча, я как понял, неизбежна. Они будут встречаться, будут боксировать. Но Чарло не такой боксер, как Харрисон. Он намного выше его уровня, другого уровня бокса. Шавка, так интересно с вами говорить о боксе. Не только о вашем. Мы любим свое дело, мы должны сказать все. Вы из тех спортсменов, которые сам смотрят, не только своих соперников, еще и интересуются боксом вокруг. Это классно. Знаете, я когда ребенком, мы с братом смотрели чаще всего бои Майка Тайсона и Коши Дзю. И в этом, по тому каналу, который мы смотрели, это был НТВ, я не помню, наверное, или нет. Но там был очень, я еще раз скажу, очень интересный комментатор Владимир Гендлин-Бладший. И его всегда было интересно слушать, как он разговаривает. И в очередной момент, когда у него интервью спросили, он дал интервью, и он такие четкие слова сказал, мне это очень запомнилось. Он сказал, что комментатор, он не должен мешать зрителю смотреть бой. Он, наоборот, должен притягивать к нему интерес, появлять, чтобы ему интересно было смотреть бой. И так как он разговаривал, мне всегда было интересно смотреть на такие бои. Спасибо вам большое, Шавкат. У вас на руке часы, подаренные Федерацией бокса России, нет? Нет, это Apple Watch, который всегда меня мотивирует. Даже в дни воскресенья, когда я не тренируюсь, он мне говорит, Шавкат Джон, вы что-то сегодня подрослабились. Или как вчера мой друг с шуткой, материнской шуткой так сказал, но это я не буду говорить. Не выёживайся, грубо говоря. То есть вы те дорогущие часы, подаренные Федерацией бокса, не носите? Почему? Я могу их носить, но я не знаю. У меня сейчас нет такого, чтобы они были необходимы. Мне они вообще не нужны. Но больше всех меня не волнуют эти моменты. Меня волнует то, какая у меня будет карьера. Я хочу очень колоссальную свою карьеру. Хочу драться с лучшими и завоевывать пояса в лучших боях. И показывать себя, что я себя представляю, кого я представляю. А для этого мы всегда тренируемся и не расслабляемся. И мы всегда об этом знаем. Шавкат, спасибо вам большое за разговор. Прическа у вас классная. Вы уже вот прямо... Я понимаю, здесь тоже 50 на 50 по поводу моей прически. Кто-то говорит, что убери. А кто-то говорит, что это нормально. Необычно. Необычно просто. Мы таким вас не видели. Вот и всё. Поэтому так. Наверное. Наверное, да. Ну, меняться это же хорошо. Пусть вы будете разными. Да, я точно согласен. В этом плане, знаете, как сказать? Всё, что ты хочешь сам, надо и это делать. А не то, что говорят люди. Абсолютно. Да. Ну и вот прям самое последнее. Кока-колу пьёте? Нет. Знаете, я тут много проверял свой организм, да. И это у меня хорошее качество, я скажу, что у некоторых, когда сидит человек на правильном питании, у него вес падает. И когда он разгрузочный день себе может позволить, у него за один день не может подняться вес, да. А у меня ежесекунда может подняться вес, то есть всё, что я ем, меня сразу впитывается, и это очень положительный результат, я скажу. Что сразу меня впитывается в мой организм. Да. Особенно после взвешивания, да, это хорошо. Да. Это очень хорошо. Удачи вам, Шавкат, во всём. Мы будем смотреть и ждём вас уже вот здесь потом с победой. Пусть всё пройдёт, как вы планируете. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.